Добрый день! Сегодня мы продолжаем говорить о работе Microsoft Word и вне зависимости с какой версии вы работаете, желательно для начала настроить его под себя. Что имею ввиду? Понятно, что Word программа универсальная и она пытается предоставить возможности как бы для работы совершенно на разных языках с разными символами, с разными принципами ввода текста и тому подобное. Но все равно как бы учесть все потребности пользователей Word не может. Ну так как из коробки, как говорится. Поэтому мы должны для более такой продуктивной работы сделать какие-то небольшие настройки, которые позволят нам в дальнейшем быстро работать, не отвлекаясь на различные мелочи. Ну например, например, вставка символов, которых нет на клавиатуре и которыми вы часто пользуетесь. Ну я покажу на примере нескольких символов, которые актуальны для меня. В принципе, вы можете подумать, что же актуально для вас и под такому же принципу сделать подобные настройки. Так как я живу в Украине, возникает проблема с тем, что на украинской раскладке, ну в принципе, как же как и на русской, нет апострофа, нормального, классического. А апостроф используется, ну не очень часто, но все-таки используется. Как выходят многие из этого положения, то есть нужно или переключаться на английский язык, находить там апостроф, вставлять, потом опять переключаться на украинский язык, ну и соответственно получать проблему. Ну давайте я попробую все это дело продемонстрировать. Вот есть украинское слово звязок, на русский это связь. Вот значит я ввожу зв, дальше должен быть апостроф, то есть я должен переключиться на английский, поставить апостроф, опять переключиться на украинский и закончить слово. Это неудобно. Нужно переключаться с языка на язык. Ворд не всегда корректно воспринимает эту ситуацию при подключении словаря для проверки. Смотрите, реально у нас вот эти две буквы проверяются украинским словарем, вот это английский. А вот мы смотрим вот здесь внизу и дальше опять украинский. В данном случае я не знаю чего он... вот посмотрите, что получилось. Так как это начало текста, он еще не включил такую автоматическую проверку орфографии. Видите, начинают подчеркиваться какие-то части слов, то есть действительно ворд не понимает, что происходит. Конечно нужно было бы ввести этот апостроф и для украинской, допустим, раскладки текста, но производители клавиатур об этом не позаботились. Как выйти из этого положения? Есть в ворде очень хорошая такая вот возможность, которой нет во многих других альтернативных пакетах, ну допустим бесплатных пакетов типа LibraOffice, OpenOffice, есть возможность назначить сочетание клавиш для практически любой команды, для любого знака. Если вы его используете часто, то в этом есть смысл. Как мы это делаем? Открываем подменю вставка, символ, здесь выбираем другие символы. Можно конечно здесь найти апостроф, но я предлагаю вам другой вариант. Открываем закладку специальные знаки и здесь вот эта одинарная закрывающаяся кавычка это не что иное как апостроф. Выбираем, внизу жмем сочетание клавиш и курсор бьется вот здесь вот в этой строчке, которая гласит, что здесь нужно ввести новое сочетание клавиш. То есть не ввести, а просто нажать то сочетание клавиш, которые вы хотите использовать. Какой я предлагаю вариант? Значит смотрите, во-первых нужно как-то логически, если вы вводите именно символ, да какой-то символ, как-то логически его запомнить, что вы потом не вспоминали. Какое же я сочетание клавиш придумал? Так вот апостроф в украинском языке это аналог твердого знака в русском языке. Твердый знак на клавиатуре есть. Соответственно первую клавишу мы определили, это будет клавиша твердый знак. Кроме самих вот этих клавиш с буквами цифрами, обязательно нужно использовать служебные клавиши, которые изменяют действия других клавиш. Сюда относятся клавиши Alt, Ctrl и Shift. Ну Shift обычно самостоятельно не используется, используется в сочетании с клавишами Ctrl или Alt. Так вот, какой вариант я предлагаю? То есть Ctrl, Ctrl лучше использовать для каких-то команд, которые вы хотите выполнить сочетанием клавиш, а Alt альтернатива. То есть использовать для сочетания клавиш, изменяющих действия каких-то символов, или ввод каких-то специализированных символов. Таким образом получилось у нас идеальное такое сочетание, или удобное сочетание Alt, твердый знак. Все так, почему-то курсор пропал. Я щелкаю, жму Alt, твердый знак, и видите, печатался не твердый знак. Почему? Дело в том, что у меня сейчас стоит украинская раскладка, и поэтому вставился Alt, E. То есть на этой же клавише, где твердый знак, находится Alt, E. Я уберу, давайте я переключусь на английский язык, вот он, английский язык, жму Alt, твердый знак, вставляется Alt, скобочка. То есть на этой же клавише находится скобочка в английской раскладке. То есть не важно, будет тут твердый знак, E, скобочка, главное, чтобы был символ, который находится на этой клавише. То есть Word воспринимает клавишу вне зависимости от раскладки клавиатуры. После того, как вы ввели, нажимаем кнопочку назначить. Вот это сочетание должно появиться вот здесь, вот. В принципе, может быть несколько сочетаний клавиш для одного и того же действия. Нажимаем закрыть, еще раз закрыть. И теперь пробуем. Переключаюсь на украинский язык. И печатаю ЗВ, Alt, твердый знак, Я, ЗОК. Видите, во-первых, этот апостер более красивый, чем тот, который есть на клавиатуре. Во-вторых, видите, Word уже не ругается, потому что любой знак, который мы возьмем, он уже соответствует языку. Вот видите, и тут украинский, и тут украинский. То есть в любом месте уже словарь знает, что он проверяет целое слово, а не вот кусок, разделенный апострофом в другом языке. Еще какие сочетания клавиш я использую? Будете вы их использовать, не будете, это ваше дело. Я покажу в качестве примера. Я не люблю прямые кавычки, не люблю кавычки уголками. Я люблю кавычки вот такого плана, в виде запятых. Поэтому я тоже назначаю им сочетание клавиш и ввожу вручную. Убираю другие символы. Опять-таки специальные знаки. Вот здесь есть двойная открывающаяся кавычка и двойная закрывающаяся кавычка. Выбираю сначала открывающиеся, сочетание клавиш. Щелкаю новое сочетание клавиш. Ну, это я уже не придумывал сам. Такое сочетание клавиш мне встречалось в программе PageMaker. Программа верстки типографской документов. Ну, одно время я им пользовался этой программой, и я к этому сочетанию клавиш привык. Поэтому я перенес в Word тоже сочетание клавиш. Ну, а вы уже смотрите. Будете такое использовать или что-то придумаете свое. Здесь используются клавиши открывающаяся квадратная скобка и закрывающаяся квадратная скобка. Это если в английской раскладке. Ну, а для русской, допустим, раскладки это клавиши Х и твердый знак. Так вот, чтобы вы ориентировались. И плюс добавляется Alt и Shift. Alt, Shift. Открывающаяся скобка. Это у нас будет двойная открывающаяся кавычка. Назначаем. Закрываем. Теперь выбираем двойная закрывающаяся кавычка. Сочетание клавиш. Alt, Shift. Закрывающаяся квадратная скобка. Назначить. Закрыть. Вот они у нас появились. Закрываем. И пробуем. Вот, допустим, я хочу взять слово «звязок». В кавычке. Я жму Alt, Shift. Открывающаяся квадратная скобка. В конце Alt, Shift. Закрывающаяся квадратная скобка. Вот получаются такие аккуратные, красивые кавычки. Что еще? Кроме символов. Ну, кстати, вот в качестве таких примеров. Какие символы можно добавить? Сочетание клавиш. Для биологов, допустим, это значки «самет-самка». Чтобы не искать их где-то там каждый раз. Это может быть знак длинного тире. Если вы его используете. Потому что в Word, когда вы просто нажимаете значок, вот этот дефис, то есть он внутри слова ставит дефис, а между словами делает его таким средней шириной. Если вам нужны и нравятся длинные тире, опять-таки вы можете через вот тот способ, который я вам показал, сделать сочетание клавиш для длинного тире. Для, опять-таки, Украины можно назначить сочетание клавиш для букв «г». Вот звонких, которых нет на классической клавиатуре. Ну, к примеру, «Альт-г» это будет «г» звонкая, а «Альт-шифт-г» это будет вот это «г» звонкое большое. Еще одно сочетание клавиш, которые я бы вам посоветовал сразу установить, это быстрое сохранение файла. Когда вы работаете и набираете какой-то большой текст, может быть, работаете с табличкой и так далее, если вдруг погаснет свет, а у вас нет блока бесперебойного питания, или подвиснет компьютер, что тоже бывает. Иногда бывает очень жалко своих трудов, потому что потом нужно будет восстанавливать все, что вы не успели сохранить. Конечно, Word автоматически каждые 10 минут сохраняет, делает промежуточную такую копию служебную, и в идеальных условиях из этой копии можно что-то сохранить. Но, во-первых, за 10 минут можно достаточно много чего-то написать, особенно если вы не просто перепечатываете, а придумываете, творчески работаете, то потом повторить этот творческий этап не всегда просто. Кроме того, вот это служебное сохранение, оно иногда тоже сбоит, особенно если отключение электроэнергии произошло именно в момент сохранения промежуточной версии, и тогда вы потеряете достаточно большой кусок. Поэтому желательно постоянно во время работы над документом сохраняться. Я думаю, что среди тех, кто смотрит этот видеокурс, есть и геймеры, и во многих играх, не онлайновых, а оффлайновых, когда нужно выполнить какое-то сложное задание в игре, опытные геймеры обязательно сохраняются, для того, чтобы в случае неудачи начать с этого же момента. Так вот, подобную привычку нужно в себе развить и при работе с документами. Неважно, это Word, Excel или какая-то другая программа, постоянно сохранятся. Что дает нам Word, какие возможности по сохранению? Во-первых, вы увидите вот здесь, вот на пользовательской панельке, есть значок, ну такой классический, в виде дискеты. Хотя, чем дальше, тем, наверное, меньше людей будут знать, что это такое. Здесь подсказка «Сохранить» и приводится в скобках сочетание клавиш «Shift» и «F12». Ну, теперь давайте посмотрим на клавиатуру и посмотрим, где находится «Shift» и где находится «F12». Учитывая то, что большая часть людей правши, соответственно, вот такие вспомогательные команды какие-то нужно делать левой рукой, потому что правая рука или лежит на мышке, или правая рука, ну, что-то там набирает, какой-то текст. Если набирать «Shift» и «F12», придется, допустим, зажимать с левой стороны «Shift», то есть левой рукой «Shift», правой рукой нажимать «F12». Это практически в противоположных частях клавиатуры и это очень неудобно. Поэтому я предлагаю вам настроить сочетание «Ctrl-S», тем более, что вот это «Ctrl-S» встречается, ну, в огромном количестве программ по умолчанию, и мне не совсем понятно, почему разработчики Microsoft Word, допустим, в Excel у них есть «Ctrl-S» сочетание клавиш, а в Word они придумали какой-то там «Shift» в «12» и еще что-то такое. Поэтому давайте посмотрим, как же это сделать. Для этого мы должны зайти в настройку панелей, вот этих ленточных. Это можно сделать или через пользовательскую панель, выбрать здесь другие команды, вот откроется это окошко, или через параметры Word, вот параметры, ну, откроется тоже окошко, только немножко закладка другая откроется. Нас интересует закладка «Настрой к ленту», и в настройках ленты внизу есть кнопочка, вот сочетание клавиш «Настройка». Вот это нас интересует. Нажимаем настройку. Вот это окошко, оно у нас сохранилось из прежних версий Word, поэтому если кто-то делал подобные операции в прежних версиях Word, он уже, как бы, поймет сразу, как с этим работать. Единственное, что чуть-чуть поменялись вот здесь вот, да, вот эти категории, появилось слово «Вкладка», да, и чуть-чуть другие категории, но нас сейчас интересует вот та категория, которая стоит по умолчанию, вкладка «Файл», то есть нам нужно сохранить файл. В командах Word, ну, команды пишутся английскими буквами, и сначала пишется объект, в котором должна применяться команда, допустим, это «Файл» в данном случае, ну, и дальше слово «Сохранить» или команда «Сохранить». «Сохранить» на английском будет «Save», то есть вот здесь вот с правой стороны в командах нам нужно искать команду «Файл» «Сэйф». Вот она, «Файл» «Сэйф». Обратите внимание, что тут есть несколько вариантов команды «Файл» «Сэйф», то есть тут можно и просто «Сохранить», и «Сохранить как», «Сохранить в другом формате», и «Сохранить в формате ODT», то есть это открытый формат таких проектов, как OpenOffice или LibreOffice, ну и так далее. Нас сейчас интересует просто сохранение файла, «Файл» «Сэйф». Смотрите, пожалуйста, теперь текущее сочетание клавиш. Word нам предлагает два варианта. Shift-F12 мы видели на подсказке, уже посмотрели, что это не очень удобно. Второй вариант – Alt-Shift-F2. Ну, F2 уже лучше, оно ближе находится к клавише Shift с левой стороны, но все-таки вот этот Alt все портит. То есть одной рукой нажать Alt-Shift и дотянуться до F2, ну, я не знаю, даже у меня рука не очень маленькая, но мне это сделать очень тяжело. Нужно руку выкручивать сильно. Поэтому вот это сочетание Ctrl-S, оно очень удобно. С одной стороны его легко запомнить, сохранить, сейф и то и другое слово. И в русском, в английском языке они начинаются на букву S. Запомнить легко и нажать очень тоже легко. Посмотрите, Ctrl левый и английская буква S находятся совсем рядом. И я, например, зажимаю большим пальцем клавишу Ctrl, затем жму указательным S, и это я могу делать, ну, не глядя на клавиатуру. То есть это быстро к этому привыкаешь, и это все я делаю автоматически. Итак, дальше операции наши похожи на то, как мы сделали символами. Щелкаем в строке новое сочетание клавиш, жмем Ctrl-S. Здесь уже, в отличие от вставки символов, видите, у меня сейчас стоит раскладка русская, но вставилась не Ctrl-Y, да, вот, которая есть на этой же клавише, а вставилась Ctrl-S. То есть на кое-какая бы раскладка у вас не было, обязательно вставится латинская буква. Ну, вот эти вот все мелочи, они говорят о том, что все-таки Word писался из блоков, и каждый блок писала другая команда. Поэтому работают эти все блоки по-разному. Хотя, в целом, ну, как бы это мелочи, которые несущественны. Для того, чтобы это все заработало, это сочетание клавиш, жмем назначить. Вот она появилась здесь. Закрыть. Ок. И вот теперь, посмотрите, у меня документ пока не сохранен. Я жму Ctrl-S, и у меня открывается окошко сохранить как, так как сохранения еще не было. Ну, давайте я вот на рабочем столе, хотя я не рекомендую никому делать папки на рабочем столе, но это так, для примера. Создадим пробный файл. Проба. Сохранить. И вот у нас уже файл сохранен. Давайте я что-то изменю. Ну, вот я удалил один символ, и жму Ctrl-S. Заметили что-то? Нет? Давайте еще один символ удалю. А вы посмотрите вот сюда, где сейчас находится моя мышка. Жму Ctrl-S. Видели, да? Возникла надпись. Побежал индикатор. Но, так как текст, видите, сохраняя очень маленький, тут всего два слова, и удалил всего один символ, поэтому сохранение идет моментально. Если бы это был большой текст, конечно, мы бы увидели, что идет сохранение. Но это сохранение идет как бы в фоне. Пока идет сохранение, можно продолжать работать, можно вводить текст, таблички и так далее. То есть продолжать работать. Еще одна настройка, о которой я хотел бы поговорить, посмотрите. В отличие от предыдущих версий, здесь пропала возможность закрыть мышкой окно. То есть текущий документ. Ну вот пока что у меня открыт один документ. Вот это проба. Давайте я создам новый документ. Допустим, нажму файл создать. Ну просто вот не на шаблоне, а просто чистый лист. Открываются они отдельными окнами. Вот проба. Вот этот новый документ. И посмотрите специальных вот этих вот значков, как было в прежних версиях. Тут главные крестики, да, вот эти вот управления. А здесь было ниже управление конкретными окнами. В некоторых случаях удобно закрыть конкретное окно, не закрывая всю программу. Чтобы открыть в этой же программе следующий документ и сэкономить немножко времени на загрузку программы. Как это сделать? Во-первых, можно запомнить сочетание клавиш Ctrl F4. Это универсальное сочетание клавиш, которое работает в Windows в большинстве программ. Если есть окна в программе, то оно закрывает именно окно. А вот Alt F4 закрывает целиком программу. Вот я сейчас нажму. Вот видите, программа у нас закрылась. Я открываю опять документ. Так, это не обращайте внимания. Это у меня установлен старый макрос для старых версий. Вот немножко тут возмущается. Так, но если вы привыкли все делать мышкой, то вы вполне можете добавить на свою вот эту пользовательскую панель кнопочку закрытия текущего документа. Для этого мы выбираем другие команды. Здесь выбираем вкладку файл. И вот она закрыть. Эта кнопочка. Добавляем ее. Пусть это будет в конце. Окей. И вот теперь в случае необходимости мы щелкаем мышкой. Видите, документ закрылся. А Word остался. То есть мы можем прямо отсюда открыть список последних документов. Вот они у меня. Выбрать какой-то документ и его открыть. Ну и раз мы уже заговорили про вот эти вот сочетания клавиш для быстрой работы с файлами, запомните себе еще два сочетания клавиш. Если нам нужно открыть существующий файл, которым вы раньше работали, нажимаете сочетание клавиш Ctrl-O. Английское Оу. То есть открыть Open. Легко запомнить. Ctrl-O. Открывается вот это меню. Открыть. Можно выбрать из последних файлов. Можно выбрать, допустим, на компьютере что-то. Можно выбрать, если у вас в облаке сохранено на OneDrive, выбрать OneDrive. И там уже выбрать документ и его открыть. Ну и еще одно сочетание клавиш. Если вам нужно создать новый документ, это сочетание Ctrl-N. опять-таки N английское. Тоже легко запомнить. Новый на английском New. Соответственно Ctrl-N. Вот я нажал, видите, появился второй документ чистый. Вот это проба. И вот тот документ, который я только что создал. Все, на этом на сегодня мы заканчиваем. Всего хорошего. Пишите вопросы в комментариях. Подписывайтесь, ставьте лайк и до встречи. Время и до встречи. Время и до встречи. Время и до встречи. Продолжение следует...